Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Новое очередное видео выживание в лесу, 24 часа. На этот раз я решил выживать без ничего. Кстати, кто не в курсе, я там совсем недавно построил в лесу домик и сегодня я возвращаюсь в этот домик. В общем, я здесь уже месяц не был, здесь просто природа до неузнаваемости поменялась. На улице сейчас утро, но палит такое уже страшное-страшное солнце. Температура около 30 градусов, но здесь все так заросло, что здесь самую малость даже кажется темновато. В общем, осталось мне буквально метров 100 до домика. Местность, я повторюсь, это уже не узнаю, но у меня есть свои ориентиры. И я не буду показывать пальцем где, но я здесь оставил в лесу лестницу, в кустах спрятал ее. И я сейчас пришел посмотреть, первым делом есть ли лестница, потому что она на моем пути была и лестницы здесь нет. Давайте же подойдем к домику, посмотрим, что с самим домиком произошло, как он вообще поменялся, может его кто-то разрушил, но лестницы нету, значит я могу сказать точно, что здесь кто-то был. Вот я уже подхожу к домику. Мы видим, ребята, домик очень сильно поменялся, меня здесь месяц с хвостиком даже не было, смотрите, лапник весь стал таким сухим, желтым, все вот эти штучки отсыпались. Конечно же, да, маскировка сейчас выглядит так себе. Сейчас, конечно же, в лесу листьев намного больше, но когда я его строил, их было меньше, и домик меньше было видно, потому что мы его лапником от елок закидали. Смотрите, кстати, проросли уже такие росточки, вон сверху вижу, тоже попрорастали. Ну что, давайте зайдем в домик, посмотрим, что тут было у нас. Так, ну, в принципе, здесь ничего не поменялось. Радует, что хотя бы домик никто не разрушил, не поджег, ничего плохого ему не сделал. Ай, комары кусаются. С той стороны окно не сделал, и комаров, короче, куча поналетала. Открыл дверь и зашел, они тут сразу эту вкусняшку почувствовали, начали меня кусать. Опа, кстати, смотрите, ребята, кто-то оставил мне послание. Серый, меня и тент, видно, далеко. Разберут. Такой смайлик снизу. Короче, кто-то с моих подписчиков, видимо, все-таки нашел этот дом. Я не думаю, что это, знаете, кто-то целенаправленно искал, потому что это место, оно такое, знаете, отдаленное, далеко в лесу находится, и кто-то спер мою лестницу, и кто-то оставил мне послание. Я надеюсь, что это были разные люди, вряд ли подписчик бы украл у меня лестницу, но если это подписчик, то ладно, пускай это будет подарком. Конечно же, неприятно немножко, что домик нашли. Во-первых, да, нужно крышу переделывать, тенг менять. Домик спален, я уже не знаю, честно, буду я этим заниматься или нет, ребята, пишите в комменты, потому что у меня были планы, как этот домик можно улучшить, там окно еще не сделал, еще куча всего. Ну ладно, не будем отвлекаться от темы нашего сегодняшнего ролика. Сегодня я пришел сюда для того, чтобы здесь провести 24 часа. Я с собой не брал ничего, у меня есть только нож, спальник есть и в принципе все. То есть, такими подручными средствами я буду выживать. Здесь есть рядом родник, я его давно уже приметил, я в роднике наберу воду, то есть питьевая вода у меня будет. Осталось только как-то добыть еды какой-то. Кстати, здесь очень такая большая влажность в этом лесу, я думал, что будут грибы. И вот, возможно, кстати, да, кто-то искал грибы и нашел мой домик, потому что грибники это такие люди, они как бы каждый метр любого леса истопчут. Хотя, ну если бы целенаправленно кто-то искал бы мой домик, то он бы, наверное, никогда в жизни его не нашел бы, потому что, ну я же все-таки старался, подбирал место, чтобы, знаете, таким удачным было. Так вот, я пока сюда шел, рассматривал, я, конечно, в грибах не сильно разбираюсь, но как белый гриб выглядит, я знаю, и грибов в принципе нету, хотя влажная здесь очень большая. Но все-таки еще на эти не сезон немножко, наверное, грибов, поэтому их нету. Я очень сильно рассчитывал на то, что я насобираю каких-то грибов и пропитаюсь как-то, но придется сейчас, наверное, идти, тут есть рядом недалеко озеро, и в озере уже ловить рыбу какую-то. Давайте еще раз осмотрим мой домик. Здесь бутылки с водой, когда я там на строительство приезжал, оставлял. Здесь, конечно же, такой у меня бардак рабочий остался. Я еще не прибрался в домики. Но сегодня придется, наверное, прибраться, потому что в этом домике я планирую впервые, кстати, ночевать. В общем, что, выдвигаемся, ребята, уже на озеро. Кстати, ребята, смотрите, что я еще обнаружил. В моем домике, оказывается, пока меня не было, кое-кто поселился. Здесь осы живут. Там если вот так присмотреться вниз, вот так, снизу точнее, то там видно, они ползают. Мы сейчас где-то попрятались. Все, ребята, выдвигаемся на озеро, потому что вода у меня 100% будет, а вот еда под большим вопросом. Итак, ребята, мы пришли на такой вот красивый став, я бы даже сказал, самый малосекретный став Виталика Игнатюка. Ну, на самом деле, он Виталику Игнатюку не принадлежит. Я говорю Виталика Игнатюка, потому что мне это место когда-то показал Виталик Игнатюк. Мы с ним здесь полтора года назад снимали видос. Тогда мы ловили рыбу, раков и миди здесь. Не помню, или поймали мы тогда рыбу, но раков пару штук мы поймали и пару миди. Как потом оказалось, те миди, которые мы хавали, ну, это не миди, это такие, нам повезло, мы тогда не отравились, я тогда заболел, потому что холодная вода была, я тогда зашел в воду. Короче, такие дела. Ну что, сейчас нужно выстрелять какую-то палку, я думаю, что палкой какой-то попытаюсь какую-то рыбешку поймать и, короче, можно уже залазить будет в воду. Давайте первым делом сейчас, да. Пойдем и вырежем какую-то палку. В общем, ребята, нашел такую палочку, у меня в ноже есть вот такая вот мини-пилка, она хоть маленькая, но очень острая. Сейчас быстренько выпилю и сделаю такую палку, забыл, как она правильно называется. Ну, короче, там четыре конца расходятся и ты такой ловишь рыбу. Не самая удобная поза, чтобы пилять, поэтому даже может показаться, что пилка тупая, но пилка на самом деле очень острая. Не самая удобная поза была для пиляния, но выпилял. Сейчас думаю, еще где-то тут ее немножко нужно укоротить и будет такая вот острога. Кстати, да, вспомнил, как называется острога, оказывается. Да, все-таки за годы немножко пилочка затупилась, потому что раньше она прямо вот так как масло, ножом резала. Все. Готово. Вот такая вот палка. Сейчас еще давайте вот это обрежем. Все. Теперь нужно взять нож и вот тут получается вот так разделить на четыре части и внутрь вставить какой-то типа колышек, чтобы оно вот так распирало и заточить. и заходим в воду. Кстати, да, можно было бы, наверное, какую-то потоньше палку выбрать и аккуратненько ходим. Видим, когда есть ребешка, мы ее такие, класс, и ловим. Честно сказать, я пробовал так, у меня еще никогда не получалось, но попробуем. В принципе, день у нас большой, времени много. и вот как-то вот такими движениями все. В принципе, смотрите, ребят, вот так вот получилось. Нужно заточить вот эти кончики и внутрь что-то вставить, чтобы оно расклинивало это все дело, чтобы оно шире было, чтобы там могла поместиться рыба. То есть рыбу мы как бы накалывать не будем, она должна будет внутрь сюда попасть и мы ее там типа зажимаем за счет того, что тут сужение будет. Ну и она, по идее, должна там будет сидеть. Дай человеку рыбу и ты его один раз накормишь. Дай ему вот такую вот острогу и ты накормишь его на всю жизнь. В общем, там в оригинале, конечно, с удочкой, но я думаю, большой сути это не поменяет. Сейчас попытаемся проверить вот эту пословицу народную мудрость. Кстати, в воду первый раз за все лето захожу. Вода немножко прохладная, хотя было очень жарко. Встав этот очень маленький, я думал, он должен был бы прогреться. Ну, в принципе, она такая терпимо холодная. В прошлый раз, когда я здесь ходил, это было начало весны. Я туда долго ходил, мы ее долго ловили и, короче, у меня уже в тот день на вечер поднималась температура. Но я сегодня не заболею, потому что тепло. В общем, ребята, тут, кстати, такие скользкие чуть-чуть камни. Сейчас немножко углублюсь и надо как-то вот так ходить. И когда ты видишь, плывет рыбешка, ты такой, класс! Если ты четко попал, она получается вот вот так сюда попадает и вот тут зажимается. Ну, повторюсь еще раз, у меня так ни разу еще не получалось поймать рыбешку. Холодно! Холодно! Знаете, ребята, люди делятся на несколько типов. Есть те, которые могут спокойно заходить в воду, а я, например, всегда на всех пляжах всегда с разбегу заходил, потому что вот это когда ты... Даже вода вот сейчас, она вроде теплая, она вот так плавно поднимается, вот чем ближе к яйцам поднимается, тем прохладнее становится. Вот сейчас заходить очень-очень стрёмно. Прыгать в воду не хочется, потому что здесь часто где-то торчат какие-то камни. Думаю, ребята, надо двигаться в ту сторону, под камыш где-то, там под камышом, наверное, больше рыбы водятся. Так, я, наверное, слишком глубоко зашел, надо где-то помельче найти. Надо где-то хотя бы, чтобы вода чуть выше колен была. Сейчас найду более-менее такое удачное место и будем ловить рыбеху. Как говорится, ловись рыбка большая и маленькая. Блин, по этим камням стрёмно реально ходить. О, вот тут нормально. Вот тут самый оптимальный вариант. Не знаю, стоит ли ходить, наверное, нужно стоять и ждать, чтобы рыбёшка сама проплывала. Давайте представим, что рыбёшка проплывает. Я такой... И достаю она тут, короче, такая сидит. Но рыбёшки нету. В общем, ребята, прошло минут 10. И я, честно говоря, ещё ничего не поймал. Проплывала одна рыбёшка, но я даже в неё, короче, не тыкал, потому что как-то долго мозги соображали, что надо вот бить, там её прицелиться ещё. И, короче, не получилось у меня. В общем, я думаю, наверное, стоит вот эту тему выбросить и вспоминать детский опыт, как в детстве мы руками ловили рыбу. То есть нужно нагнуться вот так и по дну аккуратненько вот так руками идти, 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 идти. И там где-то может сидеть какая-то рыбёшка и ты её такой, клац, руками берёшь и ловишь. Короче, всё. Пословица вот эта с острогой, которую я переделывал немножко, она не совсем работает. Возможно, была пудочка, был бы другой результат. Но у нас же всё-таки дикое выживание без ничего. Всё, ребята, есть первый улов. Смотрите, вот такой вот карасик. Сколько прошло? 3-4 минуты буквально, да? То есть острогой я, ну, минут 15-20 ловил. Ну, 20 вряд ли. Короче, вот такой вот результат. Я не отрицаю, что острогой можно ловить, но, как по мне, лично это сложнее, возможно, потому что у меня особо опыта в том не было. А в детстве рыбу у бабушки там в селе карасей всяких, там, латвичку мы ловили руками и это было эффективней. Вот так он жадно глотает воздух. Ну, всё, братанчик, ты будешь уже сегодня у меня... Бля! Сука! Короче, это... Что-то он мне слишком спокойным показался, дернулся и, короче, потеряли мы улов. Ну что, продолжаем ловить рыбу. Жалко, конечно же. Я уже как-то обрадовался, думаю, знаете, одного, два, три карася можешь поймать, в принципе, уже как бы, ну, там, на сутки хватит. Типа, ну, не то, чтобы супер наесться, но у нас же, типа, выживание, мы же не обжирание, а выживание снимаем. Есть! Возможно, тот же самый даже. Всё, надеюсь, оттуда он уже не убежит. Уже не буду играться с карасями. В общем, ребята, ситуация следующая. 24 нон-стоп мы не снимаем, потому что камера это очень быстро садится. У нас много запасных аккумуляторов, но всё равно они очень быстро садятся. Иногда приходится экономить как-то батарею. Короче, ходили мы с оператором, ходили. Он как раз тогда аккумулятор менял и проплывает какая-то фигня, типа, ужа что-то. У ужей вроде головка, знаете, она жёлтая, а тут я даже, короче, не смог понять, какой цвет. Что за цвет там был? Непонятно. Короче, суть в чём, что оператор сразу же вылез на берег и сказал, я в воду больше не полезу. Мне, честно говоря, тоже стрёмно немножко на воду лезть, но одного карасика нам будет очень мало, поэтому сейчас давайте, может, пока эти штуки-дрюки тут плавают, мы на другую сторону где-то перейдём и где-то я ещё чуть-чуть под берегом похожу. Ещё хотя бы, вот я не знаю, хотя бы одного карася поймать, чтобы нам с оператором по одному было и, в принципе, уже как-то можно выживать. В общем, ребята, с рыбой не очень задалось, но есть такие вот рачки. Где же рака? Сейчас тут между камней руки засовываю и ищу раков. Такие щели, они такие любят под камнями. О, вот ещё один нашёлся. Маленький, правда, но таких пару десятков если поймать, то можно очень хорошо даже наесться. Так, где тут ещё у нас есть норы? Ааа, блядь, страшно. Когда глубоко руку засовываешь, то страшно немножко. Так, давайте их там будем выкуривать. Ааа, что-то двигалось там страшно. И это мне напоминает, как я с зелёным когда-то на влоговый канал я снимал видео, я с ним вместе раков ловил. Так, ну там я нащупал такую типа норку, там что-то двигалось. Надеюсь, что это был рак, а не какая-то гадюка, которую мы видели. Или, может, то не гадюка, не знаю, что это было. Но давайте будем искать. Как это набраться смелости и засунуть в руку? Вот это, знаете, пугает всегда неизвестность. Я, например, всегда, когда что-то делаю, я вижу, я как-то анализирую, я понимаю. А тут в тёмную нору суёшь руку, потому что там какой-то бобёр или андатра тебя сейчас грызанёт. Вообще неприятно будет. А, это камень был, я его подвигал. Господи, испугался. Так, давайте где-то в другую сторону зайдём ещё. Страшно. Вот реально, блин, страшно в норы руки совать. Так, три рака у нас уже есть. Но ещё, если пару штук таких поймаем, то будет у нас не рыбалка, а ракалка, или как это правильно сказать. Короче, ловля раков будет. Так, вот как раз в таких щелях, вот там по-лужже, да, видишь сюда камеру, покажи. Они любят сидеть, но туда в неизвестность вот так засунуть руку, вдруг сейчас какая-то гадюка тоже вылезет. Стрёмная картина. Страшно. Так, надо как-то передвигаться дальше. В общем, ребята, у моего оператора, когда он увидел раки, глаза стали, вот такие, знаете, как рубли металлические, гривны украинские, старые, такие большие. Короче, он залез ко мне в воду, мы начали вместе ловить раков. Секретные места, не такие уж секретные, нашли такую бутылку и начали их в бутылку собирать. Сейчас вот высыпал их, чтобы показать наш улов. Ну, не знаю, десятка, полтора, наверное, раков есть тут. Давайте посчитаем. Раз, два, три, пять, семь, куда уполз? Девять, десять, ага, комары кусаются, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, ну, даже около двадцати раков, ребята, мы нашли. Короче, пятнадцать, и тут штук пять, шесть, в общем, все, думаю, можно уже искать родник, профильтровать где-то воду, потому что не очень хотелось бы с этого озера брать воду. Сейчас еще наберем чуть-чуть водички, чтобы раки дольше пожили, и можно возвращаться, так сказать, на базу и варить уже раков. Давайте еще чуть-чуть, а, получается, да, у нас раки и один карасик есть, правда, не знаю, нужен ли нам карасик при таком количестве раков. Наберем капельку водички, надо было сразу, наверное, воду набрать, потому что мы их так на берег скидывали, они там вроде ни один от нас, в отличие от рыбы, не уполз. Короче, надо было, наверное, сразу воды дать. Ну что, можно одеваться и возвращаться на базу. В общем, ребята, вернулись на нашу базу, и я уже говорил, что здесь не очень хорошо жечь костер в связи с тем, что здесь очень такая большая торфяная подушка и можно сделать подземный пожар. Мы когда-то в школе на ОБЖ учили, то страшная штука подземный пожар. Короче, смотрите, взял такую штуку с собой, это обычное бревно и оно будет очень долго гореть, очень большой костер будет. Смотрите, здесь есть вот такое выточено отверстие и здесь сбоку еще одно отверстие. Короче, смотрите, берем таблетку одну сухого спирта, бросаем его туда внутрь, там можно пару щепочек еще каких-то бросить. Воздух, в общем, сюда заходит, огонь сюда и выходит. И такая, это называется финская свечка, сам тип костра называется так, она очень долго может гореть. Я думаю, что нам на сегодня ее с головой хватит, она еще останется, ее можно будет затушить. Затушить очень просто, достаточно чем-то вот это отверстие заткнуть, в общем, там воздуха не будет и огонь сам по себе потухнет. Ай, комары, короче, закусали. В общем, место классное, потому как здесь сложно будет тебя найти как-то, но комары, доедают уже просто эти комарюги. У меня, кстати, не знаю, как-то может связано с группой крови, хотя у меня первое плюс и бывало, что другие люди в моем присутствии были с первой плюс и меня всегда комары больше всех кусают. Даже сейчас меня больше, чем оператора кусают. В общем, можно накидать туда щепок, поджечь что-то, бросить, но мы пойдем более простым путем, мы возьмем такую таблетку сухого спирта, поджигаем ее. Вот она разгорается сейчас чуть-чуть в руках и мы просто ее бросим внутрь туда и пару веточек бросим. Вот, смотрите. Сухой спирт вообще в любом походе это незаменимая штука. Сейчас оно разгорится немножко, я попрошу оператора, он вам покажет, как там все дело внутри выглядит. В принципе, можем еще таких пару сухих веточек туда бросить, я надеюсь, мы сейчас ничего этим не испортим. ну и тут, смотрите, вот такие прорезанные специально типа полуотверстия, когда сверху поставим казан, чтобы, ну, пламя, куда это выходило, чтобы там огонь сам себя не душил. В принципе, даже ничего подкидывать не надо, можешь снять туда внутрь, показать ребятам. Не, не очень видно. Ну, давайте я сейчас на телефон сниму. Вот так вот все, ребята, внутри выглядит, и если мы закроем вот это отверстие, то все потухнет. Но мы тушить не будем, потому что нам нужно, чтобы оно сейчас разгорелось. Комары доедают. В общем, ребята, смотрите, наша финская свеча разгорелась, теперь можно наверх ставить казан. Все. Ну, и когда горит, да, тут есть вот достаточно вот этих ямочек, я переживал, что их недостаточно будет. Теперь ждем, когда закипит вода, и будем бросать раков. Соли, какого-то укропа, еще чего-то у нас нету, потому что у нас такое дикое выживание. Если бы где-то добыли соль в лесу, то было бы, конечно же, здорово, но можно было и с собой взять, знаете, немножко отойти, типа вот таких жестких правил, типа мы без ничего выживаем, все равно там какой-то казан взяли, вот эту штуку я тоже из дома взял. Ну, ничего страшного, я думаю, раки будут достаточно съедобными и без соли. В общем, ребята, вода не то чтобы кипит, она тушится, видимо, из-за того, что тут такой маленький огонек, поэтому она не булькает, надо было все-таки сверлить еще одно отверстие, пальцем проверили, вода очень-очень горячая, практически кипит, но я думаю, ничего страшного не будет, поэтому, ай, давайте еще раз сольем всю воду и засыпаем всех раков сюда оптом. Ну, все, жалко, что нету, конечно, соли и не петрушки, укропа какого-то, побольше укропа в раке добавляешь, такой сразу и запах, и вкус появляется, ну, на всякий случай, наверное, накроем крышкой, пускай они не варятся, оттушатся, а мы подождем немножко. В общем, ребята, если сделать тишину и прислушаться, то я слышу где-то там комары, либо пчелы, но еще, как бы по листикам слышно, что начинается маленький дождик. Преимущество такого костра, что его можно просто вот так, смотрите, взять, главное сейчас казан не перевернуть, и просто перенести в наш домик. Оператор, помоги открыть мне. Все, заходим внутрь, и все, теперь наш костер у нас в домике, домику не угрожает никакая опасность, очень удобный по-своему костер, надо только, наверное, вот этим отверстием развернуть в ту сторону, потому как оттуда, мне кажется, проще будет заглатывать воздух. И вообще, кому страшно, допустим, есть какая-то землянка, либо типа такого домика, если есть хорошая вентиляция, то такой костер можно поставить, ну что-то желательно подложить, потому что он всю ночь вряд ли гореть будет, там на часов 5-6 его обычно хватает. Я смотрел видео на ютубе, сам еще не тестировал. Короче, можно поставить такой либо в землянке, либо в домике, и когда у вас внутри горит огонь, то в принципе, вроде как ни один зверь, кроме комаров, к вам в ваше жилище, так сказать, не зайдет. Давайте посмотрим, что они там тушатся, тушатся, крышка уже горячая, но вода еще не булькает, хотя раки уже красные, ну пусть еще потушатся, там, я не знаю, полчасика, потому что как-то, я думал, вода вообще будет аж такая бурлить, знаете, короче, не бурлит, ждем. В общем, ребята, по поводу дождя, была немного ложная такая тревога, наши раки уже закипели, не то, что затушились, а реально закипели, там уже все бурлит, смотрите, раз, два, три. Такие уже красные, можно, короче, наверное, хавать. Снимаем их с нашей такой вот плиты, я не знаю, сколько оно, около часа, да, где-то как мы разожгли все, и смотрите, вот как все выглядит, то есть, я думаю, это можно потушить и еще не один раз использовать. Осталось теперь потушить наш костер, финскую свечу, интересно, как это сейчас будет, я, честно, еще никогда такого не делал, это первый раз я вообще такой костер сделал, мне очень понравилось, мне кажется, можно много раз таким пользоваться, давайте вот это все заткнем, подождем пару минут, кстати, похавая мраков, будет уже видно, ну все, по идее, как это, он потух, только там угольки горят, и надеюсь, сейчас костра опять не будет, если будет, то придется как-то по-пионерски его тушить, но я надеюсь, до такого не дойдет, и мы еще не один раз сможем воспользоваться этим бревном, давайте на всякий случай заткнем вот это все дело, другой стороной, наверное, о, видите, опять разгорелся, давайте вот так заткнем, вот тут, и вот тут, ну все, по идее, оно должно будет потухнуть, ну, поедим раков, а там увидим, так вот, аааа, горячая крышка, и ручка, ух, как горячо, так, вот такие вот у нас раки, подойди сюда ближе, тут все такое, пар, туман, типа, давайте палочкой такой возьму, отнесу ее где-то в сторону, потому что много дыма от костра, не очень удобно снимать, вот, смотри, показывай, наших раков, сейчас сольем воду, и, потрапезничаем, на выживании у нас нету такого понятия, как завтрак, обед, ужин, есть, как бог послал, как говорится, давайте, наверное, прямо тут и сольем воду, блин, горячая эта штука, я как-то снимал вроде, попроще было, так, надо как-то слить это все дело, чтобы, ааа, и это горячая, чтобы раки остались на месте, так, давайте что-то возьмем, в руку подложить, блин, мне кажется, костер дальше горит, но мы его, если что, потушим, у нас есть пионерский план B, так, пока что сливаем воду, рыбу решили, готовить не будем, потому что у нас, в принципе, достаточно раков, хотя, когда они сварились, их уже как-то в этом казане, наверное, казан просто очень большой, не так уж много кажется, но я думаю, нам на двоих хватит с головой, хотя, на одного было бы это все куда кошерней, кстати, ребята, напишите в комментарии, затушится костер, или нам придется его все-таки поливать водой, ааа, комары закусали, смотрите, сколько их тут летает, такое ощущение, что они сейчас едят, настолько затушили костер, сразу меньше дыма, но они, конечно, никуда не пропадали, но сейчас как-то более люто начали атаковать, в общем, снимаем пробу, конечно, раков немного, придется все вот эти клешни есть, маленькие клешни, хотя, когда много раков, я, например, не очень люблю такие мелкие вот эти штуки хавать, помнятся времена, когда нам было лет, ну, мне лет 12 было, это 16 лет назад было, в селе у бабушки, у нас там речка есть, не помню, как она называется, был какой-то такой период, года 2-3, там всем селом их просто массово истребляли этих раков, такой браконьерский метод был, хотя я не знал тогда, что там хорошо, что плохо, это сейчас все такие уже умные стали, и мы такой штукой, палка-палка, и тут сетка, и снизу такая цепочка, мы это называли волок, и мы этим волоком ловили мешок, 2-3 бывало в день, мы были мелкими такими шкетами, и мы давали там этих раков одной соседке, она ездила в Житомир, на базаре их продавала, и нам потом привозила деньги, мы, конечно, ей такую неслабую комиссию платили, но раков у нас, вот те года было всегда очень много, у нас, как у таких шкетов, всегда была куча денег, мы сидим такие, там пол мешка раков сварили себе на берегу реки вечером, там купили пиваса себе, сидим такие, короче, как взрослые себя ощутили, и неважно, какой большой, маленький рак, мы просто отрывали хвост, остальное все выбрасывали, потому что мы сварили себе пол мешка, там на троих, на четверых, нам этого было более чем достаточно, давайте сейчас с хвоста снимем пробу, почистим его немножко, вот, кстати, тогда я на раках отвел душу, на всю жизнь, наверное, но раки это такое, что, знаете, их можно всю жизнь любить, не любить, но есть-то их все равно, блин, уже какие-то мошки цепляются, кстати, вот эти мошки кусаются, блин, еще противнее, чем комары, так, давайте тут с хвоста вытянем, ай, вот эту такую полосочку внутри, ну, что я могу сказать, раки, они раки, ну, соли катастрофически не хватает, в общем, вырубай камеру, присоединяйся, а то я сейчас все съем. Прошло, ребята, ни много, ни мало времени, раки были вкусные, бревно полностью уже потухло, в принципе, его еще можно не один раз использовать, но, скорее всего, я его вечером просто, еще раз придется разжечь его, чтобы отгонять комаров, потому что загрызли, смотрите, сколько, я не знаю, видно вам, не видно, тут, короче, стая целая возле меня пасется, в общем, ну, взял с собой еще спальник, конечно же, ну, не потому, что боялся замерзнуть, а для того, чтобы укрыться как-то от комаров, и в конце ролика, кстати, ребят, хочу, что-то, что-то испугался, что-то как будто ползает, короче, в конце ролика хотел еще поблагодарить такой украинский бренд, как МТАК, ребята делают там мили-три-шмот разный, я полностью сегодня, и не только сегодня, одет в их одежду, если вам что-то там из снаряжения, которое я использую, либо с одеждой понравилось, то можете найти, все единицы вот этих товаров у меня по ссылке в описании, также, они делают еще очень много чего крутого, там одежда, снаряжение, и так далее, и тому подобное, на сайте мили-три-ст.юа по ссылке в описании тоже можете себе что-то посмотреть, это украинский бренд, лояльные цены, хорошее качество, в общем, ребят, рекомендую, от души вам, а с вами был Сергей Трейсер, всем, ребята, до новых встреч, всем пока, если меня съедят комары, то больше видосов не будет.